Проект при культивации шуваловской свалки занимает целую пачку бумаги. На страницах отображены результаты проведения сотен различных экспертиз на загрязнение воздухом, почвами и даже подземных вод, которые могут выливаться в аку. Все показатели превышают норму в тысячи раз. Территория шуваловской промзоны расположена на площади более 20 гектаров. Здесь захоронены миллионы кубометров бытового и промышленного мусора. Высота составляет более 15 метров. Его планируют перевести на другие работающие полигоны. Затем, согласно проекту, здесь поменяют почву, засеют ее газоном и в перспективе здесь может появиться новый жилой комплекс. Правда, ждать это придется достаточно долго. По словам экспертов, на том, чтобы привести эту территорию в порядок, уйдет от 5 до 10 лет. Примерная стоимость рекультивации более миллиарда рублей. Впрочем, масштаб экологической катастрофы требует дальнейшего исследования, поскольку все пробы брали лишь на глубине 10 метров ниже первого слоя свалки. Мы ведь ощущаем только запахи, а все, что касается подземной воды, водоток идет в ОКО, а ОКО – это у нас источник питьевого водоснабжения для Нижнего Новгорода. Причем 4 станции из 5 находятся именно на ОКЕ. Поэтому мне кажется, что еще бы глупше посмотреть этот проект, причем со специалистами разного профиля. Проект реализуем, если у нас будет конкретный городской чиновник, который будет считать это делом своей жизни. Он будет его контролировать, он будет ежедневно приезжать на место и следить, чтобы все работало. Тогда может быть и потратить на это, грубо, 15 лет жизни. Между тем, свалка, которую официально закрыли в 1983 году, продолжает работать. Нарушители приезжают сюда через 16 различных въездов. Заградительные аншлаги установлены только на одном из них. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний.